Друзья, завтра белорусские десантники будут отмечать свой профессиональный праздник. Основные праздничные мероприятия пройдут в Соединенных и Воинских частях Сил Специальных Операций Вооруженных Сил в Бресте, Витебске и Мариногорке. Витебск завтра уедет и наш гость, начальник штаба, первый заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, полковник Виктор Гулевич. Доброе утро, Виктор Владимирович. Мне очень приятно, что Виктор Владимирович сегодня пришел к нам в прямой эфир и пообщаться с нами, рассказать что-то интересное и, конечно же, поздравить своих коллег-сослуживцев. Доброе утро вам еще раз. Доброе утро. Во-первых, давайте мы в вашем лице поздравим всех белорусских десантников с наступающим праздником. Примите наши искренние поздравления. Спасибо. День Десантника и Сил Специальных Операций имеет особую энергетику для гражданских. Мы частенько видим, как празднуется этот праздник в городе. А что этот праздник для самих людей, военных, которые служат в этих частях? Ну, в первую очередь, 2-го августа – это праздник единения десантника всех поколений. От тех, кто убелен сединами, который проходил службу ранее, до тех, кто сейчас носит тельняшку-голубой берет. Это день, который объединяет всех тех, чей лозунг по жизни никто кроме нас. Расскажите, как вы сами стали десантником? Это была мечта с детства, или так это сложилось? В детстве когда-то мечтал стать моряком, но не получилось. Пришлось освоить воздушный океан. А получилось, что после службы в Закавказье по прибытию в Белоруссию получил распределение в 103-ю воздушно-десантную дивизию. И так вот с 92-го года совершил первый прыжок, и после этого не расстаюсь с нашими десантными войсками. А сколько всего у вас прыжков, если не секрет? Около 150. Чего себе! Хорошо, а расскажите, а вот первый прыжок, вот как, каково это? С чем сравнить можно это чувство? Ну, это, можно сказать, что шаг в неизвестность. Ты не понимаешь, не осознаешь, это уже с опытом приходит. Понятие того, что такое парашютный прыжок, что это значит. Почувствовать пустоту под ногами, когда раскрывается купол, когда он шелестит, и после этого чувства полета, когда ты наблюдаешь землю с высоты птичьего полета, это непередаваемое ощущение. Вы так красиво об этом рассказываете? А с годами становится легче шагать в неизвестность? Вот когда-то 10-й, 20-й, 30-й прыжок, или наоборот, еще сложнее? Ну, вы знаете, с возрастом шагать в неизвестность может быть проще, потому что ты понимаешь, что техника надежная, она сработает, не подведет. Но учитывая, что возраст, приземление, это основной вопрос, когда при приземлении можно получить травму, поэтому вот уже при приземлении опасаешься, мобилизуешься и стараешься не допустить данного мира. Собраться нужно, так сконцентрироваться. Я вот знаю, что в последнее время очень популярно стало даже дарить друг другу прыжки с парашютом. Вот как вы к этому относитесь? То есть для вас это такое серьезное вообще мероприятие, часть вашей работы. А тут просто люди решили прыгнуть, и они же приходят к вам, и ваши коллеги с ними прыгают, спускаются. Ну, это в основном коллеги из ДОСАФа. Но дело в том, что люди хотят ощутить какой-то экстрим, какие-то новые впечатления. Для нас это не экстрим, это наша повседневная работа, это возможность оказаться в заданной точке с использованием парашютных систем. Говорят, что в десантнике набирают парней крепких, физически и духовно способных принимать решения очень быстро, очень точно. Скажите, у нас в десантных войсках служат вот именно такие, именно таких парней набирают? Ну, всегда идет отбор подразделения, воинская часть сил специальных операций, потому что, действительно, наши подразделения выполняют задачи в условиях резко меняющейся обстановки, и любой военнослужащий должен уметь принять решение, которое окажется правильным, которое позволит успешно выполнить задачу. Сложно попасть в эти войска? То есть, действительно, нужно иметь особую физическую подготовку, моральное состояние или... Ну, в первую очередь, это, конечно, уровень здоровья, потому что нагрузки, которые выпадают на долю призывников, они довольно весомые, и необходимо иметь высокий уровень готовности к выполнению задач и быть готовым выдержать эти нагрузки. Вот мы видели, что на показательных выступлениях выполняются различные трюки, сложные, как в боевиках, вот что-то такое, я даже по-другому сказать не могу, как девушка. А когда приходят молодые парни этому всему учиться, они могут выбрать, что они хотят изучать, вот такое-то боевое искусство, или можно как-то от этого уйти и просто со стороны наблюдать? Ну, дело в том, что силы специальных операций, общий базовый курс рукопашного боя, те военнослужащие, которые попадают в специальное подразделение, в разведывательное подразделение, они осваивают навыки рукопашного боя в большем объеме. И это демонстрируют как раз на всех праздниках, в том числе и завтра. То есть КПДВ и силы специальных операций, это все-таки разные вещи и понятия? Дело в том, что из истории создания сил специальных операций, оно объединило, впитало в себя соединение воздушно-сампных войск и соединение специального назначения. То есть такой конгломерат, который позволяет повысить возможности наших войск действовать как на технике, так и в пешем порядке. Все понятно. Виктор Владимирович, если сейчас нас смотрит призывник и мечтает о том, чтобы стать десантником, к чему ему нужно готовиться? Что ему нужно сейчас делать, учаясь, например, в 10-11 классе, на первом курсе университета? Что ему нужно делать для того, чтобы себя подготовить для службы в десантных войсках? Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы посоветовать повышать свой уровень физической подготовки, закаливание организма. Ну, и хотелось бы всем призывникам посоветовать больше общаться с мамами, где-то помогать по хозяйству, осваивать навыки шитья. Вы знаете, приходится сталкиваться, что когда молодые ребята приходят в армию, и потом уже с гордостью маме говорят, вот я научился нитку в иголку делать, научился порядок наводить. Потому что молодежь, может, этого не осознает, а в армии приходится с канонов порядка, с канонов соблюдения гигиены, подготовки своего внешнего вида, уделяясь очень много внимания. Все-таки военные мужчины, это особенные мужчины, они все сами умеют, все у них организовано, все четко по расписанию. Я как дочь военного говорю, я просто никогда не опаздываю, быстро ем и быстро собираюсь. Вот, понимаешь, в чем секрет? Воспитание. Воспитание, да. Свою подготовку военнослужащие сил специальных операций демонстрируют в проводимых учениях, в том числе и международных. Расскажите, в каких учениях международных принимали участие наши десантники? Каковы успехи? Ну, если рассматривать этот год, который сейчас идет у нас, военнослужащие участвовали в России в совместных учениях, в белорусско-российско-сербских, в новороссийских. Также принимали участие в учениях, которые проходили на нашей территории, где пребывали также военнослужащие Российской Федерации. Ну, недалеко, как послезавтра, я в составе контингента убываю в Китай для участия в совместной антитеррористической тренировке. Вот тренировки, учения, там какие-то соревнования проходят? Как наши ребята себя показывают? Уровень подготовки наших десантников на уровне? Ну, на данный момент наши военнослужащие принимают участие в конкурсах «Снайперский рубеж», который проходит в Бресте, и в конкурсе «Десантный взвод», который проходит в Пскове. Пока военнослужащие демонстрируют высокие результаты, будем надеяться, что они займут призовые места. У вас сейчас есть уникальная возможность поздравить своих коллег-сослуживцев с праздником таким прекрасным, о котором мы сегодня говорили. В общем, у вас есть время. Пожалуйста, вот камера вас сейчас снимет. Желайте. Я хочу пожелать десантникам всех поколений это действительно десантного здоровья, стойкости духа, и всегда в любых условиях обстановки стремиться к достижению целей, чтобы эти цели всегда были реализованы и были им по плечу. Вот прекрасные слова какие. Добавить даже нечего. Спасибо. Спасибо вам огромное, что вы нашли время к нам сегодня прийти. Нам это очень приятно. Спасибо, Виктор Владимирович. Дорогие друзья, хочу напомнить, что у нас в гостях был начальник штаба, первый заместитель, командующий силами специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, полковник Виктор Гулевич.